Привет всем! На страже вашей бодрости агентство хороших новостей. Представляете, если бы ваш босс вдруг вам на полном серьезе предложил работай меньше, отдыхай больше, зарабатывай столько же. Фантастика! А вот в Исландии это стало реальностью. В 2015 году правительство страны начало тестировать четырехдневную рабочую неделю среди лишь одного процента рабочего населения. Сохраняя зарплаты прежними, многие боссы тогда справедливо боялись убытков в компании. Но в итоге с доп. выходным сотрудники стали чувствовать себя лучше, и продуктивность их труда только выросла. Выгоду получает и природа, ведь чем меньше производственных работ, тем меньше вредных выбросов и энергопотребления. А всего-то стоило сократить рабочий график с 40 до 35 часов в неделю, и люди начали четче планировать работу и меньше пить чаи с коллегами. Кстати, до 1926 года люди работали шесть дней в неделю, а мировую моду на пятидневку ввел американский предприниматель Генри Форд. Продуктивность не зависит от того, сколько часов ты провел на работе, а многие руководители просто боятся, что работники станут безответственными, но это вопрос доверия. Теперь в Исландии на четырехдневку перешло 86% населения. Вопрос с доверием действительно очень удачно решен. Но в сравнении со следующей новостью, эксперимент с четырехдневкой больше не кажется фантастикой, ведь в России был замечен настоящий смерч из комаров. Полчища насекомых устроили торнадо на Камчатке. И по словам местных жителей, подобное происходит впервые. А вот ученые утешают. Это такой брачный танец у комаров, и для людей он безопасен. Ну, давайте о приятном. Певица Шакира – это такая колумбийская версия актера Тома Круза, ведь она не боится ничего. И на съемках своего нового клипа «Don't wait up», например, она отказалась от дублеров. Море волнуется раз, а Фен и Шакиры волнуются два. Ведь певица мало того, что выпустила первый за четыре года англоязычный трек «Don't wait up», так еще и рисковала жизнью на съемках клипа к нему на острове Тенерифе. Дело в том, что все трюки на доске Шакира делала сама, находясь в воде три часа подряд, катаясь по волнам в макияже и сохраняя настрой. Было так весело снимать клип, танцевать и серфить всю ночь. А еще два месяца качать ноги ради съемок. Кстати, клипом впечатлились даже американские журналисты. Не все атлеты могут так серфить. А я вполне могу так же. Тогда бы ты давно уже запостил видео. Я просто плохо выгляжу в плавках. Но сама Шакира считает клип «Don't wait up» своей точкой профессионального роста по другой причине, ведь ей не сразу удалось петь и танцевать в стиле хаос. Ну а сам клип Шакира вдохновляет отметиться на всех пляжных вечеринках, ведь для этого еще есть время. И на этом все. С вами было агентство хороших новостей. Всем пока!